День с толком 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 Вот это, наверное, запоминается. Неврологическое отделение рассчитано на 60 коек. Сейчас оно все под завязку. Татьяна заботится о каждом пациенте, а они боятся ее потерять. Говорит, когда больные узнали, что ее сын поступил на инженера в другой город, заволновались. Есть такие пациенты, которые даже спрашивают, а вы никуда не уедете? Уезжать она не собирается. И, несмотря на большую нагрузку, мечтает еще больше времени проводить с пациентами, а не с историями болезней. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. 2-0, но не в нашу пользу. Барнаульский хоккейный клуб «Динамо Алтай» упустил шанс возглавить турнирную таблицу. Случилось это в серии против лидера первенства команды из Чебоксар. Эксперты и болельщики уверены, именно этим двум коллективам весной предстоит поспорить за главный трофей сезона. Кубок конференции на Кубок Федерации. Илья Кочетков наблюдал за трехсерийным противостоянием. Начали бодро, даже агрессивно. Барнаульская «Динамо Алтай» атаковала, провоцируя гостей на ошибки. Тем неожиданнее было на последних минутах первого периода пропустить контровыпад чебоксарцев. Итог 0-1. Это уже третья встреча Чебоксара и «Динамо Алтай» на льду Титов-Арены в рамках первенства. Первая встреча закончилась для «Синебелых» разгромом 2-8. Во второй раз взяли реванш 5-2. Третья серия в этом плане была решающая. И первая пропущенная шайба на этот раз изменила рисунок боя. Во втором периоде «Богатыри» переместились к «Динамовским воротам» и пытались развить успех. Но Кирилл Волохин оказался непробиваем. В заключительном отрезке игры зрители получили быстрый, зрелищный, активный хоккей. Обе команды были на высоте. Но чебоксарам повезло больше, причем на самых последних секундах. 2-0 в пользу «Чебоксар». Может быть где-то перегорели, потому что сильно готовились к этим матчам. Все равно соперник «Чебоксара» это, наверное, самый противный для нас соперник. То есть на него все настраиваются. И да, где-то перегорели. Вот не допустить в плей-оффе такой ошибки. Тренер «Динамо Алтай» пояснил. Алтайские спортсмены встретились с сильным противником в непростой для команды период. Сложно играть с соперником, с таким достойным, когда полкоманды... Я понимаю, что это все оправдание в пользу бедных. Но когда полкоманды болеет, ряд игроков играл с температурой, ряд вообще не смогли бы идти. Многие болельщики нам признались, что поединки, включая сегодняшние, это маленькая репетиция большого финала всего сезона. Мы спросили тренера гостей, хотели бы сыграть с «Динамо Алтай» в финале. В финале встретятся достойные друг друга соперники. Кто это будет, покажет время. А вот времени как раз осталось немного. Весной после завершения регулярного чемпионата будет дан старт играм на вылет. Болельщики обеих команд надеются, что именно эти две команды сразятся за золотые медали чемпионата. Главное для «Динамо Алтай» сейчас сделать правильные выводы после репетиции предполагаемого финала. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова